Сюзей. Мы пришли в артизан. Абонемент на год стоит дешевле. А что посетить? Храм Анкоры, конечно. Первый чир-лидерши в истории человечества. А ты уже покушал? Традиционный метод заваривания здесь кофе по-вьетнамски. Мы будем вместе с вами делать вьетнамскую еду в Камбодже. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Каждый билетик именной в фотографии, видите, чтобы нельзя было его передать друг другу. Стоит 37 долларов. Да, за один день. Три раза посетить в течение одной недели 62 доллара и семь посещений в течение одного месяца 72 доллара. А что посетить? Храм Анкоры, конечно. Спасибо. Спасибо. Я хотела сказать, что храмы здесь обязательно ходить. Вот эти колени и встречались. При том, что они все были топлес до 20-30-х годов 20-го века. Почему? Потому что жарко, как везде. И как во всех странах, где из храмов вообще гениталии торчат в разные стороны. Они такие пуритане. Именно потому, что белые колонизаторы. Ну, мужикам-то окей, мужикам нравилось. Но в начале 20-го века появилось электричество, вентиляторы. Здесь можно было выживать. И поехали их жены. И когда эти жены в пяти юбках, застегнутые вот так, увидели вот это вот все, они, конечно, надавили сразу на губернатора и все это запретили, все ходили. Большинство храмов, практически все, построены так, что центральный вход находится на востоке, а выход на западе. И служба состояла в том, чтобы пройти с востока на запад, повторяя путь солнца, путь жизни. Анкор-Ват поставлен наоборот. Проход, вход главный с запада, а выход с востока, потому что это путь смерти, а не путь жизни. Король сразу строил его в качестве своей усыпальницы, мавзолея. Лестницы нет, потому что здесь его уже ждал припаркованный слон. И это как раз высота слона. Слон у короля, конечно же, был альбиносом. И вот он похоронен в этой вот лотеритовой ступе. Это могилка того самого слоника. Здесь изображена битва вишну против всех. С двух сторон галереи на него нападают демоны, а он, значит, отбивается. Но, конечно, он всех побеждает, поскольку это все-таки вишну. Как отличать их? У богов, ангелов шапочка с треугольничком, а у демонов шапочка с петушком. И, как видите, они здесь почему-то перемешались. Также сами боги, если на них посмотреть, то смотришь, вроде на горуде стоит многорукий бог, значит, это, конечно же, вишну. Но почему-то у него 10 голов. Тогда это получается демон равана. Когда спрашиваешь у специалистов, они говорят, ну, так это же боги, они меняют облик. Фреска, которая нигде не повторяется, потому что Шиву боятся настолько, что его не изображают, только Шива Лингом. К нему на поклон пришли все важные лица. Вон четырехликий Брама первый, дальше сидит Ганеша, которого здесь вообще не учитывают. И вот даже Раван, демон, пришел поклониться, потому что Шива самый сильный бог, самый большой бог, его так и называют Махадев. Считается, что есть 37 слоев или уровней рая и 32 слоя или уровня ада. Здесь изображено два уровня рая и один уровень ада. Рай совершенно скучный, а вот ад весьма креативен. А это яма бог смерти, типа Аида, вершит суд и показывает, вот это вот, вот это возьмем, а вы, любезный, в преисподнюю. Мы находимся в храме Топрум, или храмы имени Анжелины Джоли, или Лары Крофт, потому что именно здесь ее священная длань касалась определенных корней, мы к ним еще придем. Был построен в числе прочих восьми храмов королем Джейварманом VII. Строился параллельно со вторым храмом, который называется Прекхан. Этот храм был посвящен матери короля, и здесь была школа Апсар, где их учили танцевать. 615 Апсар здесь находилось, 3000 послушников, 2500 монахов, и нереальное количество охраны, потому что здесь еще и была сокровищница королевская. А в Прекхане был университет монахов, которые учились читать танцы Апсар. Апсары – это первые чирлидерши в истории человечества. Их задача была именно – давай, навались, подтяни, мы все можем. Девочек забирали в возрасте 3 лет из семьи, подбирали одну в одну прям идеально. Семьи были счастливы, потому что это великая честь. Они были неприкасаемыми. Их держали в школе Апсара практически в темноте. Они почти не разговаривали, ничего там не читали, ничего не делали. Они танцевали бесконечно. Монахи умели прочитать этот танец как предсказание. Урожай, не урожай, война, не война, там, и прочие вещи. А они знали об этом? Кто они? Апсары? Конечно. Они знали, но они не парились. Они просто делали, что хотели. Хотя, может быть, они были не совсем неприкасаемыми, в частности, для короля. И вполне, может быть, они знали, что надо показать. Если монах читал неправильно, то секир башка монаху. А девчонок валили лет в 30, все, уже начинает стареть. И уже пора ездить домой, к богам. Танцы и их одежда – это наследие ЮНЕСКО охраняемое. Без лицензии нельзя так не одеваться, не танцевать, ничего такого. Вы заметили, у железных деревьев, типа, нет листиков. На самом деле, вот начинают лезть новые. Железное дерево, почему у нас железное? Красное. Кто-то говорит про цвет, кто-то говорит про звук. А вообще оно по плотности тяжелее воды и тонет. Вот видишь, как оно блестит, как золото. И поэтому их могут железным называть деревом, именно из-за этого блеска. И это первый корень, заявленный в фильме Лара Крофт. Она бежала вот оттуда, мимо него, и впрыгивала вот в то окошко. Можно повторить, попробовать. Тебе нужны шорты, пистолет. Губы. Если ты встанешь в другом месте, ты не услышишь этого звука. Ну, видишь? Значит, боги слышат, и твое желание сбудется. Расскажи, куда мы пришли? Мы пришли в артизан, где можно наблюдать работу мастеров, именно такую, как она происходила тысячу лет назад. По камню, по дереву, по чеканке, по золоте. По ткани. По ткани. Пойдем? Пошли. Камень этот песчаник. У песчаника бывает множество оттенков. Вот он работает с розовым, это самый красивый. Ну и видно, что резать по нему не сложно, потому что он мягенький. Поэтому все эти красивые барельефы при достаточной усидчивости сделать возможно. Здесь работают с медью, но не в плане посуды изготовления, а шкатулочки и орнаменты для шкатулочек, допустим. Там они ее паяльной лампой обрабатывают, а там чеканят, вон, оббивают готовые уже картинки. Разные комнатки здесь посвящены разным материалам. Можно пройтись по каждой из них и посмотреть, как в Камбодже создаются уникальные произведения искусства. Изготовление шелка вручную здесь производится точно по тем же технологиям, как это было и тысячу лет назад, допустим. Причем, ну, все, что здесь вы видите новое, это, допустим, вот эта пластиковая труба. Раньше вместо трубы использовали доски. Оно похоже на музыкальный инструмент. Похож. Струны тебе, пожалуйста. Педали. Но самый прикол – это посмотреть сбоку, как она, нажимая педали, делает вот эту тему с нитками. Вот так сделала, прошел бегунок, потом вот так сделала, прошел бегунок. Но самое прикольное, как они делают узор. Они сразу берут прокрашенные нити, видишь сине-белые, и потом сопоставляют их, ну, как пришел к отрафаретной печати по крестам, когда ты составляешь. И точно так же, если ты видишь, дело не только в цвете, но и в фактуре. Представляешь, какой компьютер у него в голове? Он просто отключен, она в медитации находится. Это же коконы от этого шелупка пряда, правильно? Правильно, причем иногда они подселяют в один кокон сразу две гусеницы, чтобы он был жирный, чтобы у него было больше нити, но это для одеял, для наполнения. И подушек. Они их, правда, не делают, но, в принципе, бывает. Причем это золотые коконы, которыми и славится кампучи. Набор постельного белья из белого кокона будет стоить 100 долларов за килограмм, а вот набор белья не крашеного из золотой нити сразу 3000 баксов. Смотри, что пишет. Handmade in Cambodia. Pure silk. Какая цена? 69 долларов. Американская. Полностью шелковая, да? Да, конечно. В Камбодже нету золота или есть, но плохое. Серебро здесь хорошее. Тем не менее, на базаре обычно серебро не серебро, оно крашеное. Вот, например, это медное кольцо было покрашено и казалось серебряным. Вот, на самом деле это из гильз медь. Но это серебро-серебро настоящее, оно считается очень хорошим. Так что брать надо с серебром. Он идеален. Как ты говорила, будет привет? Привет будет суздей. Суздей. Здравствуйте будет чемрепсула. Да. Дальше надо пожелать человеку счастья. Соксабай. Соксабай. На это отмечается конь, соксабай. Тоже спасибо, я тебе тоже желаю счастья. Вот, ну и раз уж мы говорим про язык, то всем будет интересно знать, что любовь по-хмерски это сралань, а ночь любви это йоп сралань. И я рекомендую всем, когда надо выругаться, вот так вот что-то достал, йоп сралань. Вроде как бы и выругался, а сказал хорошее, красивое, приятное. Вообще интересно у них строятся слова. Например, дайте счет, сом кэт лой. Сом, пожалуйста, кэт, думать, лой деньги. То есть думать деньги, это посчитать. Вот так вот. Знаете, за что я люблю? Какое за то, что это еда и питье, все в одно. Третья часть приветствия, кстати, у них, а ты уже покушал, потому что после всех этих кошмаров в 70-х, тут культ еды такой же, как у нас. И психологически это тоже корректно. С человеком голодным лучше дело не иметь. Поэтому поел, поел, тогда можем говорить. Если нет, давай поедим. Хеллоу, Эмма. В Камбодже, Андрей, привел нас в такое маленькое региональное заведение. И мы будем есть на самом деле вьетнамскую еду в Камбодже. В заведении, в котором готовят только один вид еды, да? Здесь есть три блюдов и больше ничего. И, конечно, мы берем фо. Почему? Потому что настоящий вкусный фо делается только в Ханое, северный Вьетнам. И вот хозяйка этого заведения, она как раз оттуда. И готовить здесь этот фо, который мы ели вчера. Мы хотим узнать у нее рецепт. Окунуться немножечко в вьетнамскую кухню здесь, в Камбодже. Значит, у нас есть морковь, дайкон, батат, брокколи. Есть бадьян, корица, кориандр. Вот это какие-то такие штучки неизвестные мне. Надо у нее спросить, что это за орешки. А, то есть какое-то растение китайское, типа Chinese medicine, да? Но оно так и пахнет. Сейчас она туда положила картошку и лук. Дайкон, морковь и сладкий картофель, который батат. И сейчас она потихонечку начинает закипать. И есть еще какая-то травка, название которой я не знаю. У нее, видишь, какие концы такие, немножко острые. Вот. А это точно базилик. Посмотри, как она, интересно, режет. Тебе нужна мелкая стружка. Например, шинковки. Под рукой нет. Вот тебе лайфхак. Как сделать тонкую палочку. Очень интересно. Зеленая тыква. Похожая на полуогурец, да? На полузеленую папайю. Это такой азиатский овощ. Тыква тыквой, но семена больше, конечно, похожи на огурец. Это для вегетарианцев и веганов. Я только что спросила у Эммы, какой ее любимый из всех фо-суп. Я сказала, что только вегетарианский, потому что она не ест мясо. У нее был рак, с которым она справилась, как раз отказавшись от мяса. Вот. С тех пор ест только овощи. Вот такая история человека, который варит суп. Здорово. О, свежие. Приехали продукты с местного рынка. Ростки сои. Какие-то специи приехали. Курица приехала. Класс. Ветельно. Она говорит, что вы можете изменять ингредиенты в зависимости от того, что вы видите на рынке. Если есть что-то более свежее, то вы можете поменять немножечко рецепт. Эмма достает батат из бульона. Просто бульон будет сам дальше уже довариваться, а батат она просто потом порежет кубиками и будет класть в суп. Сейчас тут бульон в такой овощной и уже наварится немножечко. Она добавила брокеры. Сейчас она достает отсюда картошку. Остается только морковь и дайкон. Там остался бульон, в котором поплавали. Картошка, морковь и дайкон, лук, сладкий картофель. Теперь она добавляет воду для того, чтобы бульона стало больше. И сюда пошел тот самый бадьян, кориандр, корица и сиамский кардамон. Теперь что на сахар добавляет? Это сахар. Сахар. Рафинированный сахар. А вот еще это соль. Сахар, это соль, да. Азианские вкусы. Они любят, чтобы оно было все сбалансировано, чтобы оно было кисло, сладкое, острое. Все, закончили. Оно теперь будет настаиваться с этими специями долго. Потом мы просто берем тарелку, складываем туда рисовую лапшу, тофу, овощи. И все. Кому мясо может быть? В Азии не говорят, не будь здоров, не приятного аппетита. Поэтому добиться от нее, чтобы она сказала приятного аппетита по вьетнамскому, даже не понимает, что мы от нее хотим. Что ей сейчас выстит? Наверное, первый раз в жизни будет так очень произносить. Да, я могу. Это вот. Как вы думаете? Ты знаешь? Тупон-мей. Как? Тупон-мей. 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 О, мой гад. Спасибо. Спасибо, спасибо. Как его кушают? Берется лайм. Лайм выдавливается изо всех сил в максимальных количествах. Еще даешь остренькое. Оно очень остренькое. Мне этого хватит. Кто любит острое серьезно, берет пол-ложечки и потом жалеет об этом. Давай, дай я попробую. Бери, пожалуйста. Вот тебе реально этого хватит и перемешивай все. А здесь есть тофу, потрясающие разные овощи, морковь и фасоль, это листья, брокколи, капуста, смотри, парпл. Замена еды, короче. А вот здесь есть лапша и мясо. А если я хочу соли? Если ты хочешь соли, я не знаю, чем тебе помочь. Вообще соль здесь трудно найти, тут такого нет. А здесь классический соус, самый простой. Перец, соль и лайм. Вот это можно найти. Соль я не хочу, это, кстати, реально остро. Да. Традиционный метод заваривания здесь кофе, вот вьетнамский. Такой hot brew получается, да? Берут такую чашку железную, в него насыпают кофе, заливают тупиком, и он теперь спокойно опускается в чашку. Капли, закапли, и получается hot brew. К кофе, который заваривался вот таким вьетнамским способом, на дно стаканов добавляют взбещённое молоко. Сейчас добавят туда кофе, а потом, видимо, льда. Всё на глаз, нет никаких рецептов. Совершенно. При этом важно понимать, что сами зёрна кофе обжариваются в течение практически трёх часов на кокосовом масле. И это вытягивает из них абсолютно всю горечь. И остаётся только нямочка. И получается, он такой сладенький-сладенький. В общем, всем очень нравится. Ну что, Машу? За Камбоджу? За Камбоджу. Что скажешь про Камбоджу? Рассказывай свои впечатления. Мне понравилось, я бы хотела вернуться сюда. Мы решили сделать свой топ-3, да? Давай поделимся. Самые сладкие фрукты, которые я когда-либо пробовала. Да, видишь здесь за счёт того, что солнце сильное, сухо и... Божественные фрукты. Момент, когда мы стояли в центре вселенной, на том самом 50-сантиметровом клочке в храме Ангкор-Ват. Откуда, ну, мне кажется, разве что чёрствый человек не почувствует, откуда просто потрясающие вообще потоки энергии сходят. А твои? Ну, конечно, храмы я бы тоже поставил на первое место, потому что ради них... Согласись, мы у них не ездим по храмам обычным вообще. Ну да, здесь они не совсем храмы, здесь это скорее как достояние истории, да. Я всё время думаю о том, какая сильная энергия была заложена людьми в 13-12 веке, что вот уже 7-8 почти веков это кормит всю страну, да. То есть я бы тоже выделил храмы, ну, наверное, на первое место. По впечатлениям, да, для себя. И при том, что я был тут 7 лет тому назад в Камбодже, ну, как-то, видимо, тогда настрой был другой. Они не так зашли. Серьёзно? Да, наверное, да, не знаю. В принципе, люди здесь очень сильно, да, на втором месте. Они такие добрые, наивные. Ну, не все добрые, ты просто сразу с первого взгляда видишь, что, чего они хотят там. Ну да, да, то есть им очень тяжело, наверное, обманывать, и у них это не получается, да. Как ты думаешь, почему так? Почему они такие простые? Я думаю, что это связано с историей, когда там у них здесь случился этот геноцид, да, с хмерами. И когда, в общем-то, самых умных сразу же зачисляли к врагам народа, и, наверное, с этим связано. То есть в генах не осталось умных ген. И третье, что меня удивило, это порядок цен. Чтобы потратить здесь 200 долларов в день, нужно очень сильно постараться, да. Хочется, наверное, сюда ещё вернуться. Да, я бы путешествовала по другим городам. Мне кажется, что они будут разные, но вот этот камбоджийский дух, он всё-таки оставится. И, кстати, как сказал Андрей, я почувствовала ту свободу, которую здесь люди чувствуют.